Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Денис Тугалуков. Смотрите в ближайшую минуту. Тяжелее найти работу гуманитаром, тяжелее найти работу с высшим образованием. Вузы завершили прием документов. Какие специальности в этом году пользовались особой популярностью и каковы шансы после обучения найти работу по выбранной специальности. Два пианино, флейты, домбра, мандолина и несколько инструментов из разных стран. Житель Калининграда собрал уникальную коллекцию музыкальных инструментов. А вот укротительницы тигров мне не удалось стоять, но у меня в доме всегда кошки. Она мечтала укращать тигров, но вышло так, что укротила собственную мечту. В рамках фестиваля «Балтийские дебюты» состоялся творческий вечер Натальи Варлей. В прошлых выпусках мы уже рассказывали о семье Стрельниковых. Несколько лет они собирают деньги на лечение своего 7-летнего сына. Страшный диагноз Ване поставили еще до рождения. По всей коре головного мозга у ребенка злокачественное образование. Его умственное развитие можно сравнить с развитием годовалых детей. Больше всего беспокоят эпилептические приступы, а недавно была остановка дыхания. Ваню готовы прооперировать врачи детской клиники немецкого медуниверситета. За 12 дней пребывания там из-за лечения необходимо заплатить 36 тысяч евро. Таких денег у семьи нет. Уже около года они пытаются собрать эту сумму. Здесь ничем помочь не могут. А в Германии нам обещают помощь, что может быть какой-то из очагов можно будет убрать, чтобы ребенок хотя бы приступы снять. Потому что все эти приступы мешают ему развиваться. На их счете пока только 200 тысяч рублей. Чем скорее Ване сделают операцию, тем больше возможностей помочь его здоровью. Если вы можете оказать помощь, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. В ВУЗах города закончился прием документов. Уже вывешены рейтинги и каждый абитуриент может оценить свои шансы на поступление. Экономика и в этом году держится в топе специальностей. Но на первое место по числу заявлений вышли реклама и психология. Великие ли шансы нынешних абитуриентов найти работу по специальности по окончании ВУЗа узнавала наша съемочная группа. Лишь на три специальности в одном учебном заведении абитуриент мог подать документы. 25 июля заявления от выпускников школ принимать перестали. Теперь будущим студентам осталось лишь определиться, с каким учебным заведением связать следующие пять лет своей жизни. Сделать это надо до 4 августа. Особой популярностью пользуются еще и новые специальности, такие как клиническая психология, биоинженерия и биоинформатика. А также новое направление в этом году у нас появилась бизнес-информатика. Самой востребованной специальностью в этом году стала реклама и связи с общественностью. За ней психология и сервис не отстает и экономика. Я на самом деле очень хочу сильно работать в рекламе. То есть начинать это естественно просто с менеджера по рекламе, а дальше уже вперед по карьерной лестнице. Найдет ли работу будущий рекламщик через 4 года предугадать трудно. Сегодня востребованы рабочие специальности строители, водители, электросварщики. Психологи, экономисты и бухгалтера не требуются. Заявок от работодателей мало. Они редко бывают эти заявки. Спросом у абитуриентов не пользуются и профессии медсестры. На это направление самый маленький конкурс. Но именно их в городе особо и не хватает. Очень востребованы и нужны кадры это врачи. Врачи, медсестры. Но в РГУ Минниканта пока еще выпуски такие не делала. Специалистам с высшим образованием найти работу труднее, чем тем, кто получил среднеспециальные. Работодатели хотят получить сотрудника с опытом работы. Выпускники такого опыта не имеют. По популярным направлениям многие вузы города организуют стажировки. У каждого выпускника есть шанс, что место стажировки станет постоянным местом работы. Алексей Колодкин, Наталья Сидорчук, Виктор Буздин. Служба новостей. Город. Город начал готовиться к зиме. Специалисты подсчитали, что в этом году нужно заготовить в три раза больше песко-соляной смеси, чем планировалось ранее. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в администрации Калининграда. Глава администрации Ленинградского района увольнения решил не ждать и сам тогда ушел в отставку. А Александр Ярошук стал лично следить за каждым шагом коммунальщиков. На ноябрь-декабрь 2011 года власти планировали закупить 6000 тонн смеси, но если прошлогодняя зима повторится, то этих запасов едва хватит на две недели посыпки. Чиновники решили перестраховаться. На два последних месяца этого года будет закуплено 18 тонн песко-соляной смеси. Как заявила Светлана Мухомор, подрядчики в этом году также будут выбраны заранее. В Светлогорске продолжается кинофестиваль «Балтийские дебюты». Жюри, а также все желающие каждый день отсматривают работы конкурсантов. Ну а по вечерам известные актеры устраивают творческие встречи. Во вторник секретами своего успеха делилась Наталья Варлей. Кем в детстве мечтала стать кавказская пленница, узнавала наша съемочная группа. Она мечтала укращать тигров, но вышла так, что укротила собственную мечту. Она снялась в 61-м фильме. Наталья Варлей до сих пор остается иконой стиля и красоты. Однако для большинства она просто Нина из кавказской пленницы. И с этим, кажется, уже ничего не поделаешь. Это студенческий фольклор. Давайте, давайте, да, да. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную лозь. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся обоих медведей, вертится земля. Талант певицы в знаменитом фильме «Гайдая» ей проявить так и не дали. Песню про медведя исполнила Аида Ведищева. А вот сложные трюки на съемках за Наталью Варлей никто не исполнял. Она с детства мечтала выступать на арене цирка. Я стала воздушной гимнасткой. Я кончила цирковое училище и работала в воздухе на трапеции. А вот у протестницы «Тигров» мне не удалось стоять. Но у меня в доме всегда кошки. Она работала квилибристкой в цирке и параллельно снималась в фильмах. «Формула радуги», «Кавказская пленница», «Вий». Наталья Варлей покоряла режиссеров небывалым очарованием, всегда горящими глазами и непосредственностью. А потому в кино ей было сложно заявить о себе как о драматической актрисе. «Положите мне!» «Девочка, это не шутки! Девочка, на живо острее!» Она никогда не промахивается и каждое дело, за которое бьется, делает так, что достойно оваций. Стихи с четырех лет работы в цирке и, конечно, в кино. Она всегда хотела играть сложные характеры. И из всех своих ролей это выделяет особо. В фильме «Золото» она играет девушку, которая 600 километров идет по вражеским тылам, неся на себе государственные ценности, спасая из оккупированного города. Этот творческий вечер Наталья Варлей посвятила своим родителям. Семья для актрисы всегда была и остается на первом месте. Каждый Новый год она встречает в узком семейном кругу. И в середине лета песни про Новый год не случайны. «А быть может, любовь или друг хоть один-то и встретится, нам иначе нельзя, в Новый год на тебя мы, конечно, надеемся». Если бы ей предложили прожить жизнь сначала, то она бы вряд ли стала что-то менять. Это скорее спонтанное желание. К примеру, когда смотрит фильмы со своим участием. Или только что отснятый материал. Признается, переделала бы все. Но зритель каждый раз убеждает, переделывать не надо. И в 62 года Наталья Варлей всегда на высоте. И все так же безмерно любима публикой. Ольга Шмырина, Кирилл Макаров, Служба новостей город. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Нужна помощь. Продолжается сбор средств на лечение Вани Стрельникова. А вот укротиться тигров мне не удалось дать. Но у меня в доме всегда кошки. Она мечтала укращать тигров, но вышла так, что укротила собственную мечту. В рамках фестиваля «Балтийские дебюты» состоялся творческий вечер Натальи Варлей. Отдыхаем, отпуск, хорошее настроение. Жители города поделились своими хорошими новостями. Как секретные документы российских органов власти оказались доступны для всех? И почему в больницах не будет дорогостоящего оборудования? Узнайте из нашей рубрики «Короткой строкой». В больницах не будет дорогого оборудования. Медицинские учреждения Калининграда не могут приобрести оборудование дороже 100 тысяч рублей за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Это касается тех больниц, что не попали в программу модернизации здравоохранения. Как выяснилось, соответствующий закон вступил в силу еще в январе этого года. Сейчас калининградские власти решают, стоит ли корректировать бюджет сферы здравоохранения. На воссоздание янтарного кабинета Фредриха I требуется 100 миллионов рублей. По планам его организуют на улице Портовой 3, в помещении бывшей кюнигсбергской янтарной мануфактуры. Высота комнаты 5 метров. Янтарь в кабинете будет обработан той же техникой, что применялась в 18 веке. Работы займет несколько лет. Проект направлен на привлечение в Калининград туристов. Рассекречены конфиденциальные документы органов государственной власти. В одном из поисковиков сети интернет были найдены ссылки на документы под грифом для служебного пользования. Открытыми оказались документы федеральной антимонопольной службы, миграционной службы, счетной палаты, Минэкономразвития. И это далеко не полный список. В общем доступе оказались документы под грифом «Секретно». Гвардейск остался без электричества. Свет погас во вторник вечером. Что стало причиной разрыва линии, пока неизвестно. После аварии без света остались 4000 жителей и больница. Она сейчас работает в автономном режиме энергообеспечения. Жителей города должны подключить к вечеру среды. Калининградцы переплыли Босфор. Глубина 100 метров, дистанция 6,5 километров. Заплыв проходил в Стамбуле. В возрастной категории 50-60 лет Наталья Олещенко завоевала золото. Она переплыла Босфор за 1 час 5 минут. И стала первой россиянкой, завоевавшей на этих соревнованиях столь высокую награду. Мужчины показали не столь удачный результат. В своей возрастной группе Игорь Годович стал 13-м, а Михаил Быстров – 163-м. Курсы валют на 28 июля. Доллар США 27,44 руб. Евро 39,79 руб. Литовский элит 11,51 руб. Польский злотый 9,92 руб. Два пианино, флейты, домбра, мандолина и несколько инструментов из различных стран. Все это в квартире обычного калининградского менеджера. Играть он умеет почти на каждом экспонате своей коллекции. Ну а мечта молодого человека – собрать собственный профессиональный музыкальный ансамбль. Все подробности смотрите в нашем следующем материале. Эту Виолу де Гамбо Дмитрий купил за 3000 фунтов стерлингов. Никаких денег ради такого удовольствия ему не жалко. Признается, в жизни всего три любимых вещи – женщины, музыкальные инструменты и дома. Правда, дома пока его кошельку недоступны. Живет в небольшой однокомнатной калининградской квартире. Ну, наверное, всегда стоит для мужчины выбор, на что потратить деньги. Это так. Может быть, для кого-то такой выбор показался бы немного слишком странным. Или, знаете, как сказать, люди привыкли к тому, чтобы тратить на что-то такое более социально понятное, адекватное. А потом уже на роскошь. Для меня это просто не роскошь. Это, как говорят об автомобиле, средство передвижения. Ходит он пешком, работает менеджером и больше двух часов в день уделяет музыке. Пишет свою, играет по копиям древних манускриптов, старинную барочную музыку. Кстати, эти ноты привезли ему из Лондона, как и этот ирландский свисток. Механик привез из Англии. Работал у нас оборудование, собирал искал. Без свистка можешь на российскую землю даже не приезжать. На 16 квадратных метрах два пианино, виолончель, гитара, мандолина, бубен, лютня. И это далеко не все. Музыкальные инструменты в каждом углу. Он их не коллекционирует. В его планах собрать свой настоящий ансамбль и играть барочную музыку. Вот только в нашем городе проще купить редкие инструменты, чем найти человека, кто сумеет на них сыграть. Его инструменты привезены со всего мира. Беларусь, Ирландия, Таиланд, Лондон. Некоторые фабричные, а есть и ручной работы. Например, это людня от белорусских мастеров. Дмитрий ждал ее больше полугода и заплатил около 8 тысяч евро. И это, говорит, недорого. Человек очень занят своей работой, он занят своими социальными обязанностями. Музыка, напротив, вне зависимости от того, это профессиональная музыка или это любительская музыка, она дает человеку нечто большее. Свободу и удовольствие. Совершенные вещи, которые трудно получить каким-то другим способом. Полина Зайцева, Михаил Илькевич, Служба новостей, Город. И в завершение выпуска наш традиционный опрос. Ваши хорошие новости. Я еду в Москву завтра. Хорошее событие для меня. Я думаю, все получится. Будет все замечательно. Единственная калининградская погода нашим радует. Отдыхаем, отпуск, хорошее настроение. Вообще жизнь хороша. Рыбалка, отпуск, отдых. Недавно мы ездили с подругой в Болгарию, познакомились с небольшим количеством новых людей из России. И мы очень рады этим знакомствам. Мои фотографии попали на польский сайт рекламы. Я давно пора с тем, что очень радует. И у меня удачно получается. Сегодня наш одноклассник идет нас фоткать. У нас трех подруг. И это для меня была очень хорошая новость. Начнем с того, что у меня все живы, здоровы. По-моему, это самая главная новость. Ну и поездка в Питер рождается. Я купила очень хорошую сковородку итальянскую. Просто замечательно. У моей мамы сегодня день рождения. А еще во вторник приехал мой папа. Он живет в Кирове. Приехали родственники с Украины. Хотели поехать на косу и показать им море балтистым. А я машину продал всю эту. Денег немерено в карманах. Одевать не знаю куда. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо события, звоните в редакцию службы новостей «Город» по телефону 919404. В студии был Денис Тугалуков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова